так друзья реальный автомобиль в реальном боксе собственно говоря у нас стоит это 40 camry вот и у нее вот такое вот поведение панели приборов вот мы наблюдаем пляску саблями вот иногда эта стрелка не одна у нее появляются друзья обороты собственно упали по скорости у клиента тоже жалобы соответственно спидометр чаще не работает чем работает вот что будем делать компьютерная диагностика в данном случае давала направление а решение нет потому что панель приборов этого автомобиля не обладает активным протоколом обмена данными с диагностическими платформами но в разных блоках разную в разных блоках этого автомобиля было найдено какое-то количество кодов неисправности по шине обмена данными то есть по обрыву диалога разных блоков с разными блоками естественно в данном случае первое что напрашивается это желание увидеть электричество мы воспользовались осциллографом для того чтобы пронаблюдать сигналы в коншине этой тойоты запиши кусок остановить под перешагивай дальше давай на пробу померяем что тут у нас получается 3-4 полтора а выберем мусорный кусок до этого 1717 годится надо искать виновника так уж мы устроены что для того чтобы что-то понять или для того чтобы что-то стало очевидным нам нужно это увидеть так устроены люди и в этот момент очень хорошо знать что мы хотим увидеть ну соответственно в принципе методология не нова сигналы на коншине должны быть определенными на то есть это напряжение это напряжение рецессива это напряжение доминанта их структура достаточно понятно вот и далее все продолжается по стандартному сценарию первое что нужно сделать это изучить схему и попробовать исключить из шины не терминальные блоки путем их банального отключения чем мы собственно говоря и занялись сажми чутасик время он нормально это перемещусь влево при таком подходе к поиску неисправности виновник нашелся достаточно быстро и к нему сформировалась конкретная претензия им оказался блок ABS с отвалившимися проводниками от керамического основания платы он был подвергнут допросу с пристрастием под линзами микроскопа и в добровольно-принудительном порядке отремонтирован в итоге на автомобиль в целом ушло наверное около двух часов с ремонтом блока вот и надо было бы сказать справедливости радио что мы были третьим сервисом который на который обратился или в который обратился хозяин этого автомобиля ну что же отсюда автомобиль уехал абсолютно исправным ну естественно получил заветную гарантию у этого видео на самом деле достаточно много целей но одна из основных целей это донести до вас то что вы должны стремиться видеть невидимое то есть я сейчас о напряжении которое изменяется по быстрым законам когда вы видите невидимое вы становитесь глобально эффективным потому что вы получаете возможность осмыслить этот процесс мы не можем осмысливать что-то пока мы это не увидели и мы можем только предполагать а может это а может то один из сервисов на котором была эта Toyota предположил что это наверное АБС но ответственность они на себя не взяли и они не взяли денег за диагностику а мы поставили диагноз мы были уверены мы отремонтировали блок потому что мы четко понимали что это он нужно было бы если бы мы не смогли его отремонтировать мы бы его поменяли вопрос не в этом вопрос в том что мы дали клиенту желаемое что он готов был платить за результат за него он и заплатил и получил гарантию мы потратили достаточно мало времени почему потому что мы видели невидимое и вы должны стремиться именно к этому я сейчас собственно о магии такого прибора как осциллограф так что мотайте на ус применяйте используйте будьте эффективными счастливо